Это программа «Наше время». Здравствуйте! Сегодня в кризис многие компании экономят. Но, к сожалению, на своих сотрудниках, выплачивая заработную плату в конвертах, отказывая в официальном трудоустройстве, либо переводя на половину ставки. Какие последствия могут наступить для всех сторон таких нелегальных отношений, мы будем говорить с председателем Комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросом труда администрации города Барнаула Александром Пугачем. Александр Иванович, здравствуйте! Скажите, пожалуйста, можно ли говорить о том, что сегодня вопрос и работа по легализации трудовых отношений идет как-то особенно тяжело? Ведь Алтайский край даже обратился в Минтруд с тем, чтобы снизить квоту по выводу зарплаты из тени. Ну, вот процесс этот легализации трудовых отношений, он вообще-то никогда легким не был. Все это обусловлено тем, что вот такая либеральная постановка вопроса в деятельности предпринимательства, предпринимательства, ну и не только предпринимательства, основанная на презумпции добросовестности, вот она как раз, ну что ли, вот дало такую свободу, значит, хочу регистрируюсь, хочу не регистрируюсь, хочу плачу полностью в чистую, хочу, значит, вот в конверте половина скрывая при этом доходы и не платя подоходный налог и все отчисления в общественные фонды. Поэтому вот проблема это не только Алтайского края и города Барнолла, вот как отдельно взятых регионов и города, это в целом российская проблема, поэтому недаром на уровне Минтруда поднят этот вопрос на несколько более высокую планку, отметку с тем, чтобы сегодня максимально, возможно, короткие сроки вывести из тени тех, кто работает, будем говорить, так нелегально и скрывает свою трудовую деятельность. Ну, во-первых, в отрасли эти, они так уже, будем говорить, обозначились. Это сфера строительства, это сфера транспорта и пассажироперевозок, вот, это сфера торговли и бытовых услуг, там, где эти услуги можно оказывать на дому. Это сфера, в которых наиболее проблематично идут вопросы стивилизации. Да, наиболее развита, будем говорить так, нелегальная, неформальная занятость. Вот, поэтому, естественно, все усилия, будем говорить так, а это межведомственная, будем говорить, проблема, вот, а вот все усилия именно направлены, ну, в первую очередь, может быть, здесь. Хотя есть еще ряд таких теневых сторон, как, например, сдача квартир в аренду, да, но никакой налог от этого дохода не платится. Вот, а у нас много еще других отраслей, где вот можно уйти от налогов. Сегодня, вот, приходя в трудовые коллективы, даже в большие рабочие коллективы, слышишь справедливый упрек в том, что вот мы, трудовой рабочий коллектив, завод, в чистую платим, а почему предприниматели, вот, уходят от различного рода отчислений налоговых, значит, и в общественные фонды, пользуются прекрасно всей той инфраструктурой городской, как и мы, но мы за это платим, за школы, за детские сады, чтобы их построить, содержать различные объекты инфраструктуры городской среды, городского хозяйства. А предпринимательство уходит, значит, вот от этих платежей. Поэтому, естественно, ну, здесь надо с одной точки зрения, конечно, вот, можно их понять. И вопрос, наверное, справедливо. А как вы считаете, вот, все-таки, необходимо создать такую благоприятную среду для того, чтобы предприниматель вышел и начал платить? Или только какими-то жесткими мерами заставлять? Здесь, вы знаете, вот, готового рецепта нет. И, с одной стороны, конечно, ужесточить вот эту тему необходимо. И тех, кто не понимает. Вот. Но вот уже практика нашей работы нашей комиссии, она так называется, рабочая группа по регулированию выплаты заработной платы. Вот. В этой комиссии, в составе комиссии, у нас входят надзорные органы, прокуратура, трудоинспекция, наши налоговые все инспекции. У нас входит пенсионный фонд, фонд социального страхования. Вот. Поэтому вот такой широкий круг заинтересованных лиц позволяет, в принципе, задать нужные вопросы, обладая определенными базами данных, вот, по платежам. Вот. Человекам можно конкретно разговаривать. Что вы, предположим, вот, по данным отчислений в тот же самый пенсионный фонд, у вас числится два человека. На самом деле, по фонду оплаты труда, там двумя, там уже точно не обходится. У вас гораздо больше работает. И вот, таким образом, в беседе убеждать, получается, многих убедить просто, привести все в соответствие. Вот. И надо сказать только те, кто уже, вот, абсолютно не понимая, и явно мы видим, что там идет явное сокрытие, вот, мы передаем от имени рабочей группы, передаем эти дела для рассмотрения в прокуратуру, либо в трудоинспекцию. И вот, я хочу сказать, что практически вот такая уж более-менее предметная и настойчивая работа, она проводится практически вот два месяца, с середины февраля. Вот. Если мы в прошлом году 86 организаций рассмотрели на этой комиссии, то в этом году уже их 65. Причем половина, практически 26, мы передали для рассмотрения в навзорные органы. И есть уже результаты, есть и наказания. Есть тех, кто, в принципе, мы, у нас не самоцель. У нас многие предприниматели, понимая, что, наверное, это неправильно, осознают и заключают. И трудовые договора, вот, начинают в чистую платить, как говорится, в белую зарплату. Вот. И таких случаев достаточно много. Поэтому вот здесь, наверное, нужно и убеждением, и применением мер уже более серьезных. Александр Иванович, я знаю, что во всех администрациях есть специальные горячие телефонные линии, куда человек может обратиться и пожаловаться на своего работодателя. Сейчас мы выведем эти телефоны на экран, наши телезрители их смогут записать, ими воспользоваться. Но вот как вы работаете с этими обращениями? Я хочу сказать, что вот сама тема, она широко, мы постарались, по крайней мере, широко озвучить вообще в городском сообществе. Вот. Начиная с трассовых модулей, у нас их порядка десяти, где обозначены горячие линии, телефоны. Вот. Это через листовки, значит, это вот сюжеты телевизионные. Вот. Это вот мы сегодня на горячую линию получаем в день до 30 звонков. А причем это не только, это одно направление, это буквально вскрытие, это как жалоба, да, тех процессов, как нездоровых по неформальной занятости, которые существуют в определенных коллективах предпринимательских. Вот. Есть просто с консультацией обращаются к нам, вот, кто-то с просьбами какими-то, с разъяснениями и так далее. Поэтому вот эта горячая линия, она, в принципе, вот нам позволит, и позволяет нащупать те болевые точки, куда можно направить свои усилия. То есть и у людей, если есть какие-то вопросы, они тоже могут обращаться. Конечно. И довольно многие обращаются, и это как раз вот дает почву для того, чтобы разбираться дальше. Александр Иванович, совсем немного времени осталось. Скажите, какие наказания предусмотрены вот тем нерадивым, злостным неплательщикам? Ну, здесь меры административного принуждения в первую очередь, и с 1 января они вступили в силу. Вот, не оформление трудовых отношений, или неправильно, или, будем так говорить, оформление, оно влечет за собой штрафы на руководителей до 100 тысяч рублей. Это при однократном нарушении. Если таковые последовали второй раз, то уже сумма увеличивается вдвое, до 200 тысяч рублей. Вот. Есть у нас и административные меры в отношении незаконного предпринимательства тоже, и административные меры в том, и вплоть до возбуждения уголовных дел. Поэтому меры достаточно серьезные. Единственное, что проблема в том, что трудно доказать, и вот именно создать доказательную базу. Я думаю, что звонки барнаульцев будут вам в помощь. Я благодарю вас, что вы нашли время. Сегодня мы говорили о том, как защитить свои права на официальное трудоустройство и белую заработную плату. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин